Всем привет! Вы на канале Поделки Самоделки. Сегодня мы вместе с вами сделаем своими руками милашные кавайные бумажные сумочки или кошельки из бумаги. Будут они яркие, красивые и оригинальные. Поставь лайк за тот кошелек, который тебе понравился и подпишись, если не подписан. Поехали! Итак, кошелек из бумаги единорог. Для внутренних отделов понадобится лист формата А4. Сгибаем левую сторону примерно на 5 см и от края отмеряем вправо 9 см. Снизу и сверху. Прикладываем линейку к нашим отметкам и при помощи ее делаем сгиб. Еще раз хорошенечко все прижмем. Склеим все это вместе, нанося клей на каждую из сторон. Теперь складываем пополам. От получившегося сгиба отмеряем сторону 12 см, как я. Сделаем по пометкам линию и с легкостью обрежем лишнее. Раскладываем отделение будущего кошелечка и по центру на одной половине, приклеиваем двусторонний скотч. Если скотча нет, воспользуйтесь клеем. Склеим вместе, получая при этом целых два отделения для бумажного кошелька. Наклеим скотч еще и на лицевую сторону, также по центру. Приумножим наше отделение и подготовим другие из разных цветов. Осталось их склеить между собой, чередуя цвета в том порядке, в котором хотите вы. Посмотрите, какая получается красота. Такой кошелек можно назвать радужным, а радуга всегда завораживает и притягивает. Я использую свою бумажную сумочку для хранения наклеек или стикеров. Для обложки кошелька берем белую бумагу размером 29,5 на 9 сантиметров. Начертите линии, как я, придерживаясь следующих размеров. Делаем сгибы по сделанным линиям. Отлично, наружная часть кошелька почти готова. Вклеим вовнутрь радужное отделение, либо на скотч, либо на клей. Обрезаем уголки оставшейся неприклеенной части. А чтобы кошелек закрывался, приклеим полоску размером 11 на 1 сантиметр. Получилось классно. Превратим лицевую часть в единорога. Приклеим рог по центру, по бокам ушки. И, как всегда, красивые яркие цветочки. Нарисуем коваяную мордашку и кошелек из бумаги готов. Надоели обычные ручки? Есть идея. Давайте вместе сделаем пишущую канцелярию для школы. Мультяшный в виде хвоста русалки. Ручку, кисточку и карандаш. Поехали! Первым делом мы берем небольшой кусочек бумаги размером 16 на 8 сантиметров. Складываем его пополам. Кладем его именно так, как у меня, и рисуем хвост русалки. Раскрашиваем все это дело маркерами на свой вкус. Вырезаем. Получая при этом целых две половинки хвостика. Но не забудьте раскрасить и вторую половину хвоста. Далее берем любую ручку, рабочую, конечно. Снимаем колпачок и приклеиваем, вкладывая ее между двух половинок хвоста русалки. Хорошенько склеиваем, прижимая пальчиками. И обязательно вот эти боковые места тоже прижмите. И немного подержите. Отлично! Готово! Давайте теперь обклеим остаток ручки бумагой двух цветов. Нам понадобятся две длинные полоски шириной в один сантиметр. Склеим их между собой, одна за одной. Чтобы сделать полоски длинными, я склеила несколько коротких вместе. Начнем с того же цвета, что и сам хвост. Нанесем немного клея ПВА на самый кончик полосы и приклеим к основанию хвоста. Начинаем закручивать нашу бумажную полоску. Если остается в конце лишнее, просто обрежьте. И конечно же зафиксируйте клеем самый кончик. Осталось совсем немного. Раскрасим ручку маркерами, рисуя чешуйки. Раз, два, три и все готово! Очень легко! Наша канцелярия к школе, которую мы сделали своими руками, смотрится шикарно. И мини-блокнотики или кавайные личные дневнички. А может мини-книжечки? Называйте как угодно. Я покажу вам, как сделать такую необычную канцелярию из одного листа бумаги, не считая обложки. Первым делом мы сделаем странички для блокнотика. Возьмем обычный лист бумаги формата А4, разделим его по короткой стороне на три равные части. И поставим отметки на 6, 12 и 18 сантиметров. Сверху и снизу, чтобы все было ровно. Вырежем, получая целых три одинаковых полосы. Возьмем одну полосочку и от края отмерим 5 сантиметров. Соединим отметки линии. Вот она у меня. По этой линии мы сделаем первый сгиб, а уже после просто скрутим до самого конца. Останется вот такой небольшой брак. От него нужно будет избавиться. Я сделаю это при помощи ножниц. Просто обрежу. А теперь повтори все действия складывания за мной. Таким образом, мы получили одну из частей страничек для мини-блокнота. Оставшиеся две полосы складываем таким же образом. Чтобы странички получились, сначала посмотри, как делаю это я, а уже после, перемотая при помощи кнопочки пауза, проделай все действия. Клей можно использовать любой. Это первый способ, как можно склеить странички. Со всей полосочки получается только три странички. А вот и второй. Выбирай, какой тебе удобнее. Раскладываем полоску и наносим клей через один прямоугольник. И просто склеиваем. Начинаем с первого. При том, что сложенная полоска будет лежать у вас, как у меня. Делать это очень легко. Далее мы просто склеим три части вместе, при этом получая больше страниц для книжечки. Для того, чтобы странички держались крепче, мы обклеим их обычной бумагой того же цвета. Я взяла прямоугольник 6 на 13 сантиметров. Приклею сначала одну сторону, а уже после все остальное. Лишнее просто обрежу. Так, я думаю, будет намного лучше и странички будут держаться крепче. Для обложки понадобится цветная бумага, желательно плотная, размером 6 на 20 сантиметров. Сделаем на ней следующие пометки карандашом. Соединяя пометки линейкой, проводим линии шпажкой или зубочисткой, немного надавливая на плотную бумагу. Теперь с легкостью сделаем по продавленным линиям ровные сгибы. Нанесем клей на второй прямоугольник в полосе и приклеим в это место странички. Вот от этой части, которая торчит, мы избавимся. Наш мини-блокнот должен быть красивым. Обрежем лишнее. Перевернем лицевой стороной и поставим отметку на 3 сантиметра. Это будет центр. От первого сгиба отмерим вниз 4 сантиметра. На боковых сторонах поставим отметки в 2 с половиной сантиметра. Теперь соединим боковые отметки с центральной, получая заостренный край. Прекрасно. И, как всегда, обрезаем лишнее. Смотрится очень красиво и интересно, но не хватает одной детали. Сделаем застежку для блокнота. Возьмем того же цвета полоску 15 на 1 сантиметр. Обкрутим ею нашу обложку в окружную. Если будет лишнее, обрежем, оставляя небольшой нахлёст двух полос, которые склеим вместе. И вот что у нас получилось. С легкостью наденем ее и сможем закрыть наш блокнотик. Декорируем кавайной мордашкой лицевую часть. В самом низу рисуем ротик. На полоске, которая застежка, рисуем закрытые глазки. А под ней, на этом же месте, рисуем открытые глазки. Как всегда, я сначала рисую карандашом, а уже после буду обводить черным маркером. Теперь можно и раскрасить. Не забываем сделать белые блики в глазах, где они будут открыты. Выбирай, какой цвет тебе нравится больше и пиши об этом в комментариях. Это необычная канцелярия послужит вам записной книжкой или личным дневничком в школе. Можно записывать или рисовать на таких мини-страничках, а уж спрятать его можно куда угодно. Хочешь себе такую милоту? Тогда давай вместе сделаем закладку из бумаги без клея. Это оригами-бабочка. Она будет напоминать нам о приближении весенних деньков и радовать нас своей красотой на страничках книги. Выбирай, какого цвета бабочка тебе нравится. Для ее изготовления нам понадобится небольшой кусочек бумаги размером 7 на 11 сантиметров, любого цвета. Складываем пополам каждую сторон прямоугольника. Далее складываем деталь, как я. Затем к центральной линии сгиба сгибаем два угла вниз. Получая вот такую деталь. Раскроем ее полностью и лучше придавим диагональные сгибы, которые самые длинные. Для того, чтобы с легкостью согнуть боковые треугольники вовнутрь. Отлично! Перелеснем как бы страничкой влево правую сторону, с передней стороны. А задней левую сторону переложим направо. Проверьте, все ли у вас получилось, как у меня. Внизу будет две раздельные детали, как ножки у треугольника. Прикладываем к ним линейку и от каждого края сделаем отметки, отступая один сантиметр. Теперь кладем линейку к нашей отметке одним концом, а вторым к центру. Получившийся треугольник загибаем вверх и хорошенько прижимаем пальчиком. Также проделаем с обратной стороны. Мне напоминает это воротничок. Кстати, его нужно заправить вовнутрь, с двух сторон. А после раскроем, как я. Сначала одну сторону, получая одну половинку крылышка. И вторую сторону. Не забываем при этом все сгибы проглаживать пальчиками. Оригами закладка бабочка почти готова. Осталось придать ей более красивый внешний вид. Черным маркером или гелевой ручкой нарисуем рисунок на каждом крылышке, в виде капелек. Иногда напоминают мне это апельсиновые дольки. Раскрасим промежутки между капельками все тем же черным цветом. Вот увидите, получится очень красиво. Белым корректором сделаем точечный рисунок. Так смотрится намного круче. Я не удержалась и сделала оригами закладок в виде бабочки целых пять штук разных цветов. Выбери свой цвет и напиши об этом в комментариях. Какая бабочка тебе понравилась больше всего? Друзья, сегодня покажу вам, как сделать необычную канцелярию в школу. Мы уже делали много разных поделок. А на этот раз сделаем милашные кавайные персонажи на линейках. Которые, кстати, сделаем своими руками из бумаги. Выбирай, какая линейка тебе нравится больше. Для линейки нам понадобится два прямоугольника размером 14 на 6 сантиметров. Любого цвета. Склеиваем две детали вместе, нанося клей только на одну из них. Клей можете использовать любой. Отлично, все ровно. Теперь возьмем небольшой кусочек белой бумаги шириной также в 14 сантиметров. Складываем его пополам и на одной из половинок повторяем рисунок за мной, как у меня. Таким образом мы подготовим шаблон для нашей линейки. Обрезаем. Раскрываем и прикладываем шаблон к будущей линейке, обрисовывая все контуры карандашом. Аккуратно обрежем. Перевернем и на параллельной стороне начертим черным маркером деления. Сантиметровые сделаем чуть длиннее, а миллиметровые короче. Подпишем шкалу деления и линейки. Еще раз перевернем и декорируем милашной кавайной мордашкой. Рисуем глазки, ротик и все это дело раскрашиваем. Не забывая про белые блики в глазах, конечно. Их можно сделать обычным белым корректором, маркером или красками. Украсим ушки блестящим фоамираном, вырезав предварительно небольшие треугольнички. Так линейка смотрится намного круче. Пусть твоя школьная канцелярия будет особенной. Ставь лайк и пиши в комментариях, какая линейка тебе понравилась больше всего. Удачи и до следующего видео. Пока-пока!